вчера опять топила нас прям лилась вода через бетонная видите основание забора опять все здесь у нас затопило он уже под мангал везде пошло и баню начала топить вчера вот так вот вечером землей закидали вроде бы остановилась сейчас я пойду посмотрю что там творится у соседей как я уже говорила они сделали бетонное основание выше нашего вот с их участка с дороги которая подъезжает к ним стекает вся вода к ним на участок то есть они на своем участке сейчас собирают воду вот мы делали небольшое им отверстие бетонном перекрытие забора вот что там там вот такой вот метровый бассейн это еще все застывшая сейчас потеплеет и начнется таяние снега посмотрите какие у них еще сугробы посмотрите какие сугробы им трактором вот это зачищали дорогу и все это им на участок сгребли то есть он у них еще пустой видите там тепличка стоит вот а так они еще не строились ничего не делали кроме вот этого заливки вот такого вот высоченного где-то сантиметров 70 80 фундамента по идее они должны были сделать дренажные отверстия в этом основании до для того чтобы вот эти вот как раз талые воды уходили но они сделали без дренажных отверстий небольшое мы там вот у них пробурили вот видно вот так вот вытекала вода вода вытекала но мы это знаем да мы живем уже здесь на участке первый год до этого два года еще строились и вот смотрите это вот вывод с нашего участка воды мы вообще у нас забор то 3d у нас забор 3d без всякого бетонного основания потому что как бы понимаем да что низкий участок самый низкий к озеру вон оно озеро что здесь если бы даже монобетонное основание ставили то делали бы дренажное отверстие вот но у нас нет этих дренажных отверстий потому что нет этого бетонного основания стоит 3d забор и у нас все прекрасно стекает вот видите вот мы мы такую траншею прокопали в позапрошлом году это вот трактор вызывали за свой счет до оплатили 6000 для того чтобы он нам прокопал вдоль всего участка эту траншею чтобы собирать эту талую воду и она соединяется с общей лень ливневкой которая сделана по по нашей стороне да она отводит воду от получается дороги чтобы дорогу не размывала вот то есть как бы получается правление позаботилась о том чтобы дороге не размывала сделала ливневку которая уходит в озеро то есть собирает эти талые воды уходит в озеро так вот мы свою вот эту как говорится ли ливневку просто пока по прокопанную до трактором соединили вот с общей ли ливневкой но что сделали люди люди заблокировали выход со своего участка талых вод и устраивают бассейн в общем то получается на своем участке и топя наш участок вот я уже показала наступит баню топит стол мангальную вот эту вот зону все это вот час под утро у нас застыло сейчас день наступит до температура у нас повышается сейчас днем где-то плюс 5 плюс 6 к началу следующей недели плюс 9 обещают и вот видимо вот это вот наше одно дренажное отверстие которое мы сделали сами не помогает и не справляется сейчас вот соберусь обойду за участок сюда зайду немножечко вот это вот все лед разобью и это отверстие вот это вот которое мы сделали дренажная немножечко там тоже это самое посмотрю возможно там застыло поэтому оттока нет это конечно прекрасно вода стоит я думаю что это не метр будет стоять и еще больше вот потому что но устроили бассейн своего участка так сколько снега ну я думаю это все по незнанию о непониманию не специально же они до совершили вот такой вот поступок и устраивает бассейн из своего участка из нашего чисто все то что не знают не живут то есть жили бы и то есть они бы уже поняли что и из их участка направления их устраивает бассейн то есть нагревают вот это вот этот снег очищая дорогу до к их участку вот а так место у нас очень хорошее и понятно что ближе к озеру и участке нам намного стоимость выше нежели те которые там дальше на галерке то есть а мы здесь вот прямо аллея вон у нас там славой елки посажены то есть и озеро то есть у нас все рядом дал то озеро дайте ну вот вот наш забор и вот оно озеро то есть совершенно пяти минут не надо идти а те кто живет конечно дальше там в поселке до стоимость участков где-то от 350 тысяч то есть то что у нас вот эти участки около озера они очень дорогие то есть мы мы его покупали стоимость была где-то три или четыре года назад миллион 140 вот нам просто повезло мы его купили дешевле мы продали участок трактор саде за 590 и вот этот вот участок продавала строительная компания то ли она разорилась то ли еще что-то они за половину стоимости нам его продали 650 они его выставили у них были долги по этому участку по вот это вот именно в правлении и возможно еще какие-то долги папа потому что им стал ненужно тут участок они хотели здесь строить отель или еще что-то в общем что-то коммерческое вот и продали они его выставили за 650 а мы у них взяли за 600 то есть вот представляете практически в два раза дешевле его стоимости за которую они платили деньги то есть они же нам предоставляли этот договор да они приобретали этот участок за миллион 140 а сейчас стоимость этого участка естественно очень высокая почему около озера вот эти участки и были пустующими потому что проще было купить участок дальше от озера то есть просто был комментарий на мое видео что вы сами себе купили такой участок и якобы не нойте самые дешевые хапнули вот и сидите по пусть вас весь поселок топит на то есть но это не так совершенно люди не понимают что те участки которые ближе к озеру они самые дорогие то что там дальше на галерке и до озера ехать на машине или идти пешком течение получаса это естественно участки дешевле вот но с чем хороши они дать их те что дальше то есть их топит намного меньше вот ну вот так вот а мы еще страдаем здесь конечно от вот этой вот травы сорной и от клещей до которые лезут на наш участок тоже вот в этом году будем этот вопрос решать то есть вдоль участка скорее всего вот здесь вот хотя бы вот вот этот вот участок метр до траншеи мы будем чем-то мульчировать и обрабатывать от клещей то есть мы и до этого обрабатывали от клещей но вот представляете если трава стоит метровой высоты вон а ее видно даже если да даже не выше по полтора метра трава стоит естественно это очень как прекрасная среда для клещей то есть это и тень и сырость влага то есть и они естественно здесь очень хорошо плодятся так ну вот сейчас я пойду смотреть что здесь немножечко лопатой подкопаю этот снег лед посмотрю что там